Ты, блядь, на картошку копали, сегодня нас на войну отправили. Никакой неподготовки ни, блядь, нету. Вон пацаны сидели, ебать, в пункте временных дисфокации, уебали 400 человек, разом накрыли. 400 организованных, блядь, с одного города, в городе, трауры, блядь. Вчера вертушка, вот, ебался, по нашим позициям, наша же вертушка, блядь. Блядь, прикалываются, что ли, ебать его в рот? Станка три раза, блядь, или по нашим позициям тоже перепутали координаты. Я уже два раза под танковым обстрелом был, нахуй, под минометным обстрелом, мы с автомата чуть не заху**или, свои же. Пошли за водой, нахуй, на свой же чуть не застрелил, очередью в нашу сторону, наху**или, синий. Пи***ь, блядь, прикал, наху**или. Да, ты спать ложись, аж на туризм. И думаешь, проснёшься ты завтра, не проснёшься. И больше всего потом тебе приезжает психолог и говорит, ему задают вопрос, а почему мы тут, а ну и такая-такая. А я вам больше скажу, вы никто, говорит, вы просто у вас на запас. В случае чего, вас тогда двинут, тогда вы будете... Вы, Игорь, даже можете, вам ещё надо доказать, что вы участники боевых действий. Ну это пи***ц какой-то, нахуй. На е***ц со всех сторон. На передок бросают, ни кипировки, ни ху** нету, по ху**, на передок бросают. А у нас, нахуй, ни кипляка, ни ночника, ни ху**а. У меня вот автоматы пять магазинов, ваше ни ху** нету. Бронежилет четвёртого класса, который, нахуй, осколком прошибёт. Ни ху**, ни нахуй. Но наколенники, каска и очки. Все валят вообще, все, все прям валят конкретно. У кого дети были, кто отказ записал, чтобы сюда поехать. Все уже пишут обратно бумаги, чтобы уехать отсюда.